В эфире информационная программа Пульс Города. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В прокуратуре Кандалакши все чаще обращаются горожане с просьбой защитить их интересы в разных сферах. 31 января была проведена горячая линия по нарушениям, связанным с выплатами заработной платы. Три индивидуальных предпринимателя были приглашены в прокуратуру для выяснения обстоятельств. Три индивидуальных предпринимателя попали под внимание Кандалакшской прокуратуры. В ходе горячей линии поступила информация о том, что зарплата сотрудников ИП не соответствует минимальному размеру. На сегодняшний день сумма МРОТа на территории нашей области – 5205 рублей. А с учетом районного коэффициента и полагающихся полярных надбавок, минимальный размер оплаты труда составляет 11 971 рубль. У них заработная плата ниже этого уровня. В частности, она достигала 10 600, у кого-то 9 600. Было возбуждено административное производство по части 1 статьи 527. И также дано предписание о повышении окладов работникам путем заключения дополнительных соглашений, для того, чтобы заработная плата минимально составляла именно данный размер. По факту обращения были проведены проверки. В двух случаях из трех факт недоплаты подтвердился. В отношении обоих предпринимателей принято решение о возбуждении дел об административном правонарушении. В течение месяца эти нарушения должны быть устранены. На этой неделе в Кандалакше проходит профилактическая акция, направленная на выявление нарушений, связанных с перевозкой несовершеннолетних на автомобили. Цель мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. Два десятка водителей уже привлечены к административной ответственности. Все пассажиры автомобиля должны быть пристегнуты. Так диктуют правила дорожного движения. Причем, если поездка с несовершеннолетними, нормы более строгие. Для маленьких детей, например, нужны автокресла с боковой защитой и дополнительными ремнями безопасности. Для подросших мальчишек и девчонок вариант кресел попроще. Называется бустером. В любом случае, ребенка до 12 лет необходимо правильно пристегивать, используя специальные удерживающие устройства. Стяжки, фиксаторы, адаптеры ремней, подушки и так далее. Как показала проверка, проведенная сотрудниками ГИБДД, многие водители знают о требованиях, но далеко не всегда их выполняют. Административной ответственности привлечены более 20 водителей транспортных средств. Отделом ГИБДД было организовано в утренние часы выставление дополнительных нарядов полиции, в основном возле детских дошкольных образовательных учреждений. Необходимо отметить, что практически все водители, независимо от того, являются они родителями или просто осуществляют перевозку пассажиров, с нарушениями согласны и согласны с предъявляемым требованием правил дорожного движения. За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрено административное наказание. Штраф в 500 рублей за каждого непристегнутого пассажира. Но даже не это главное, ведь любая непредусмотрительность взрослого ставит под угрозу жизнь и здоровье ребенка. Далее новости короткой строкой. 28 февраля в полвторого ночи на Данилова 13 загорелся автомобиль Рено Сценник. На место пожара выехали два отделения ПЧ-60. В результате у автомобиля обгорел моторный отсек, салон, приборная панель и две передние покрышки. Кроме того, от огня пострадали стоящие рядом ВАЗ-21043 и Форд Сиера. Второй пожар произошел в 4 утра на территории недействующего рыбоконсервного завода. Загорелось отдельно стоящее строение. В поселке Зеленоборске теперь будут часто слышны звуки сирены. Проверку системы оповещения населения планируется организовать первого числа каждого месяца. Кратковременная сирена не более одной минуты будет включаться в период с 10 до 12.00. Мурманская область получит субсидию от Пенсионного фонда страны. Средства почти 4 миллиона рублей будут направлены на реализацию региональной социальной программы. В частности, на оказание адресной социальной помощи и укрепление материально-технической базы ряда учреждений. Помощь из Пенсионного фонда получит комплексный центр социального обслуживания населения. Снежная зима сдвигает начало пожароопасного периода в Мурманской области на июль. Росгидромет составил долгозрочный прогноз температуры и осадков на период с февраля по октябрь 2013 года. По данным которого специалисты отметили, повышенная пожарная опасность по условиям погоды ожидается местами на юге региона в июле и на большей территории области в августе. В нашем городе уже не первый год проходит реализация социального проекта «Содружество юности и здоровья». Участие в нем принимают различные образовательные учреждения. Они создают свои программы и проводят мероприятия. Детская экологи-биологическая станция не осталась в стороне. Вчера команда этого учреждения провела презентацию своей программы «Теперь я буду не один». Детская экологи-биологическая станция является одним из участников социального проекта «Союз». Ребята и педагоги провели презентацию своей программы «Теперь я буду не один». Через известную всем сказку «Цветик-семицветик» они попытались рассказать о главном направлении своей программы, а именно о том, что основным видом их деятельности станет работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья. «Мы будем реализовывать свое внедрение именно с детьми с ограниченными возможностями здоровья, так как именно такие детки в большей степени сейчас от общества, они отдалены. У них дефицит и общения, и всего, что вообще можно взять». Команда детской экологи-биологической станции уже запланировала ряд мероприятий в рамках реализации своей программы. Для детей с ограниченными возможностями здоровья будут проведены шоу «Мыльных пузырей», «Соленая сказка», «Клексография». Цель – не только развлечь. Такие мероприятия включают в себя дыхательную гимнастику, разработку мелкой моторики рук. «Представлено у нас мероприятие как «Соленая сказка». Это грандиозное с ними мероприятие. И мы выезжаем на этих детей в этот центр реабилитационный и показываем эту сказку. Затем эти дети, главного персонажа Колобка, так как мы показываем сказку «Колобок», они сами его лепят. То есть вот она развивается, моторика пальцев». В реализации этой программы команде помогут спонсоры и партнеры. Многие из них уже включились в процесс. Например, сотрудники Дворца культуры «Металлург» выразили готовность предоставить помещение для выставки, которое пройдет в апреле. «Обязательно, и мы всеми силами души постараемся помочь. Тем более, это не такое уж крупное или масштабное мероприятие, организация выставки. Может быть, хотелось бы предложить свои силы не только именно в организации выставки, а может быть и в помощи проведения всех остальных мероприятий». Запланированные мероприятия будут проводиться до мая этого года. Однако работа по проекту продолжится и потом. Эколога биологическая станция планирует взять шефство над ребятами из отделения реабилитации детей. Праздничный поморский костюм изготовила православная мастерская «Багреница» для исторического музея города Салихарда. Заказ поступил еще в середине декабря прошлого года. После переговоров был заключен договор и определен срок пошива до конца февраля. Мастерицам предстояло преодолеть огромную работу. Прежде всего, для праздничного поморского костюма необходимо было найти и закупить необходимые материалы. Много времени занял поиск штофной ткани. Она уже не производится, и отыскать ее удалось на складах одной из ткацких фабрик. Трудно было найти и достаточного количества жемчуга определенного размера и качества. Он потребовался на изготовление серег бабочки и украшения на головной убор перо. Пояс для костюма заказывали мастеру из города Апатиты Надежде Каравашкиной. Имитацию золотой техники на повойнике – это старинный женский головной убор – делали с помощью вышивальной машины. Программу для этого переписывали несколько раз, прежде чем добиться нужного эффекта. В результате, благодаря слаженной работе мастериц, костюм удалось изготовить в срок. Он состоит из поморской рубахи с вышитыми рукавами и пуговицами ручной работы, из перламутровых раковин, штофного сарафана с голуном и пуговицами, серьги бабочки из жемчуга, украшения для головного убора перо из бисера и жемчуга. Далее прогноз погоды. Его представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. Сегодня ночью в городе и по району похолодает. Минимальная температура воздуха – минус 21 градус. Ожидается малооблачная погода, ветер восточный – 3-4 метра в секунду. Днем будет малооблачно, ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха – минус 11, минус 19. Атмосферное давление будет расти и затем понижаться. 1 марта. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Прогноз погоды представляет единая справочная по товарам и услугам 9-10-10. 9-10-10. Спрашивайте. Ответим. Это были все новости на сегодня. Увидимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова